Здравствуйте! На телеканале ЛАБА время новостей. В студии Татьяна Чистова сегодня в выпуске. Актуальные вопросы обсудили на заседании Краевой антинаркотической комиссии. Мероприятие, посвященное закрытию детских дворовых площадок, состоялось в городском доме культуры. В среду состояло заседание Краевой антинаркотической комиссии, на котором подвели итоги первого полугодия и обсудили текущие вопросы противодействия распространения наркотиков. Центральный вопрос, который рассматривался на Краевом совещании – эффективность выполнения комплексной целевой программы противодействия злоупотребления наркотиков и их незаконного оборота на территории Краснодарского края. Ведь ключевое направление, которого должны придерживаться все структуры сохранения здоровья и жизни населения. Проведенный Государственным антинаркотическим комитетом Мониторин показал, что несмотря на определенные улучшения обстановки в сфере незаконного оборота на потребление наркотиков, наркоситуация в стране и на Кубани в том числе продолжает оставаться напряженной. Как подчеркнули в Краснодаре, основными проблемами, встающими на пути к намеченной цели, остаются слабо организованная работа по выявлению наркозависимых и недостаточные действия правоохранительных органов по пресечению притонов. Отмечено также, что все меньше звонков поступает на телефоны доверия, а это значит, что жители края потеряли надежду, что можно переломить в лучшую сторону сложившуюся ситуацию. Группа риска – это подростки в возрасте от 15 до 20 лет, а это в большинстве своем учащиеся профессиональных училищ, колледжей и техникумов. Среди них необходимо продолжать уже начатую работу, а это и повышение квалификации педагогов, и развитие кабинетов профилактики, и, самое главное, организация отдыха, оздоровления и занятости детей, состоящих на всех видах учета. Кроме того, в крае остается актуальная проблема табакокурения и алкоголизма среди подростков. С этой ситуацией также необходимо бороться на всех уровнях. Детям нужно показать, что есть альтернатива пагубным привычкам. Культурные мероприятия, по линии образования, по линии комитета по делам молодежи, по линии казачества. Видите, качество подготовки должно быть значительно выше, нежели мы на сегодняшний день имеем. К краевой комиссии были выделены районы, которые на данный момент являются наиболее неблагополучными. Работа по профилактике наркомании в них ведется небрежно. К Лобинскому району замечаний практически не было. Видна достаточно настойчивая работа по всем направлениям. Как видите, года два назад нас по многим позициям критиковали и достаточно резко критиковали. Сегодня мы занимаем более или менее стабильное положение, то есть как бы вышли из зоны критики. Но все равно, как отметил Александр Садчиков, нельзя опускать руки. Работа по уже намеченному пути должна вестись непрерывно. В среду с утра многие жители города интересовались, с какой целью на центральную площадь привезли огромные тюки сена. Ответ был получен лишь вечером. В городском доме культуры состоялось торжественное закрытие детских дворовых площадок. А сена послужила символом уходящего лета. Подробнее об этом Людмила Никонова. Прежде чем попасть в зал, каждому ребенку, да и взрослым, предстояло пройти испытания. Сказка начиналась уже у входа в городской дом культуры. Герои этой сказки дарили всем хорошее настроение. Пройти через такие препятствия пришлось даже мэру. Василий Клюев достойно справился с заданиями. Что хочется отметить, как открытие летнего сезона на городских площадках, так его закрытие – это всегда событие, это всегда какая-то новость. Мы помним прошлогоднее, когда дети в национальных костюмах встречали. В этом году сделано в форме сказки, преодоление препятствий. Я вот честно прошел все препятствия и тоже получил вход на праздник. Мне нравится атмосфера, хотя праздник-то, в общем-то, немножко грустный. Заканчиваются каникулы, заканчивается веселая пора. Перед самым началом концертная программа начальник управления по делам молодежи рассказала, что же в этот раз увидят дети и подростки. Ведь каждый год на сцене новое представление. Сегодня мы для лобинской молодежи подготовили очень много приятных сюрпризов, для того, чтобы они запомнили надолго лето 2012. В течение всего лета работали 23 площадки в Лобинском городском поселении и в сельских поселениях. И оздоровлено более 4 тысяч подростков и молодежи. И мы бы, как организаторы, конечно же, этой работы хотели бы, чтобы наша молодежь надолго запомнила площадки 2012. Праздник назвали «Спасибо, лето». Ведь именно это время года дарит молодежи больше положительных эмоций и свободы. Именно летом школьники и студенты набираются сил для нового учебного года. И главное, что это лето прошло без происшествий. Об этом сказал глава города, поднявшись на сцену. Как быстро летит время. Вот, казалось бы, только в этом зале, в канун школьных каникул, в начале школьных каникул, мы с вами собрались, чтобы открыть очередной летний сезон. И вот мы уже собрались на очередной праздник по случаю завершения работы наших детских площадок. Очень радостно, что этот сезон летний школьных каникул прошел без каких-либо серьезных происшествий. В этом заслуга, прежде всего, взрослых, которые постарались сделать все возможное, чтобы вот этот период ваших школьных каникул был проведен с вами с пользой. Вы занимались спортом, занимались искусством, много общались. Глава поблагодарил всех, кто принимали активное участие в летней оздоровительной кампании. В первую очередь, все поприветствовали Веру Захарову, председателя Совета городского поселения. Ведь именно депутаты принимают решения о финансировании летнего отдыха детей. Прозвучали слова благодарности в адрес педагогов, организаторов и вожатых. Лучшим Клюев вручил почетные грамоты. Мэр также сказал добрые слова в адрес управляющих предприятий, которые поддерживали дворовые площадки в чистоте и порядке. И конечно же глава поселения поблагодарил организаторов молодежного отдыха. Управление по делам молодежи, Центр досуга молодежи Портал. Валентина Рябуха поздравила молодежь с праздником и пожелала доброго учебного года. Мы не прощаемся с вами, потому что в течение всего года Управление по делам молодежи, Центр досуга молодежи Портал всегда будет рад встреча с вами на наших мероприятиях. С праздником вас! В этот же день объявили результаты конкурса «Стенгазет», который проводился на площадках. Глюев наградил победителя. Затем на сцену вышли творческие коллективы, песни, танцы, много музыки. Но это еще не все. Праздник продолжился на площади у городского Дома культуры. Как всегда, организаторы приготовили интересную программу. Множество станций с развлечениями, спортивными состязаниями и конкурсами. Но более всего детворе понравились соломенные забавы. Такое в Лобинске происходило впервые. Впервые мы организовали площадку соломенные забавы. Знаете, вообще долго мы вынашивали эту идею, мне кажется, это вообще очень актуально. Ведь на Кубани, в общем-то, с сеном нет проблем. Поэтому мы решили попробовать. Вот дети с удовольствием резвятся. Мы подобрали самое экологически чистое сено в нашем районе. То есть здесь отсутствует амброзия. Высокая мягкая подушка соломы безопасна для игры детей. Многие впервые в жизни видят так много соломы. Это очень прикольно. Оно мягкое такое. Да, пушистое такое, прикольное. Дома нету сена и дома не весело. А тут-то весело. Мне приходилось в прошлом году выступать. Ну как, мы здесь играли, но не было такого веселья. Сейчас очень классно. Не надо, пожалуйста. Очень весело. Весь вечер с детьми играли сказочные герои. Они не только развлекали юных жителей района, но и следили за безопасностью. Ну мы в первую очередь контролируем ситуацию, которая происходит здесь. И развлекаем детей, помогаем им собирать кучки из сена. То есть, ну, находимся рядом с ними всегда. То есть, ну, поддерживаем их. И считаем, что это абсолютно безопасная. Такая станция у нас получилась очень интересная и забавная, где дети резвятся. Центр города в этот вечер принадлежал детям. Они пели караоке, фотографировались в образах мультяшных героев, рисовали на асфальте вместе с родителями, отвечали на вопросы викторины, сражались в настольных играх, разрисовывали себя красками и получали призы. Безусловно, им запомнится не только этот праздник, но и лето, которое подарило им полезный отдых и массу впечатлений. Людмила Никонова, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». Пришло время узнать, какую погоду ждать нам 17 августа. Об этом расскажет Ирина Бирюкова. Ирина, какую погоду ждать нам в пятницу? 17 августа все так же облачно. Возможны осадки. Подробнее через несколько минут. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин